Угу. Поехали. Я жую. Невозможно оторваться. Что, начинаем? Давно. Он уже маякнул давно. Привет, ребята. Я монтировать ничего не буду. Все в прямом эфире. Прямая интрансляция, друзья. Спасибо. Твоя хотя бы кивнуть там. Станцевать на одной ноге. Я иду заигрывать. Подмигивать. Привет, ребята. Из Коктебеля. Из отеля Лекс. Из нашего номера, из нашей лоджии. И с нашими ягодами морскими обалденными. Маш, ну ты что молчишь? Всем привет. Я вам так скажу. Ребят, вот каждый раз, когда я куда-то приезжаю на семинар, на конференцию. И вот есть какое-то ожидание и предвкушение, что что-то будет, что-то новенькое нам скажут, узнаем. И каждый раз, каждый раз одно и то же превосходят все ожидания. Вот реально. Особенно, давайте начнем с самых простых вещей, где мы живем. Отель. Он просто феноменально классный. Ему всего один год. Как раз 18 июня будет юбилей годик отеля. Представляете, год сегодня. Все современное, новое, красивое. Вот настолько здесь классно находиться. Мы даже были в других отелях, в Египте, в Турции. Все равно они старенькие. Здесь просто красота. Оно того стоит. Окружение, везде лидеры. Приехали вот в этот раз. Здесь просто съехали все сливки. Вот лучшие результаты года прошедшего. Лучшие результаты. Здесь есть Долженко и большинство их команды. Это Родионова, Алена Ивановна, Надежда Санникова. Кукушов. Кукушов. С командой. С командой. Целый ряд, да? Горбатка. Джмеля Горбатка сейчас выступала. Гоглоев. Вы знаете, вот все время мечтала, сколько раз смотрела видео записи Гоглоева, все время думала, как бы попасть к нему на семинар. Ребята, он сейчас будет выступать. Буквально через 40 минут мы пойдем слушать Гоглоева. Я могу сказать, что в этом году не только год этому отелю. В этом году еще и пятый юбилейный Лето Моя Айфлейм. Да. Поэтому это просто здесь до такой степени шикарно. Думаю, не сравнить с теми годами. Вчера у нас была вечеринка, там напитки разные, спиртные и не спиртные. Дискотека. Очень много с детками приехали людей. Ну, практически все с детьми. Тут целый детский садик. Маша вот со своей не приехала. Было вот просто настолько интересно, что мы общались в обычной обстановке. То есть можно было подойти к любому и сказать, здравствуйте, расскажите, как вы работаете. и все начинали рассказывать. К нам подходили, мы подходили. Может и домой уже, наверное, часов 12, да? Я думаю, первый час где-то было. Да, наверное, первый час ночи. Хотя до этого мы сутки не спали. Полтора суток мы не спали. Да, мы так же просто. Никакой усталости, ничего. Утром я проснулась в 7 утра. Бодрая, свежая, как огурец. Быстрее уже мы побежали в бассейн. Мы уже загорались. Нет, Лилия, я тебя перебью. Я сегодня проснулся без 15.05. Я хотел встретить рассвет, но сегодня облачное утро мне не позволило. Поэтому у меня завтра снова подъем без 15.05, и я буду встречать рассвет. Она может Ильюта к вам-то и местить. Вы знаете, я проснулась в это же время. Я увидела, как Миша на одной коленке, на двух руках, и одна нога у него была как ласточка поднята вниз, гипсованная. Я вижу, он такой скачет к лоджии. Открыл такой. Закрыл и обратно так же поскакал. Я как начала угорать. Я думаю, уже не уснул. Вот здесь очень круто. Но кто еще не в курсе? Вот из-за этого. Да, Миша, это вообще просто его фишка. Да, здесь все получаются. Здесь его ногой фотографируется, его записывают. Мы смотрим, уже у многих команд в ленте пошел Миша, что это герой. Его ничто не остановит. Кто хочет, тот будет расти, двигаться и получать результаты. Вот сейчас главная мысль, ты готовься, ты сейчас скажешь, Миша и ты. Вот сейчас у нас прошел семинар, где было неформальное общение. Выступило две семейные пары. Это Пенкины, Васильевы, новые растущие лидеры, Кукушов и Джамиля. Ну, Кукушов и Джамилю мы уже слышали. Этих ребят я слышала в первый раз. Знаете, это самая главная идея, которую я услышала. Не знаешь, что делать? Рекрутируй. Не получается? Рекрутируй. Знаешь, что делать? Рекрутируй. Все получается? Рекрутируй. Растешь? Рекрутируй. Не растешь? Рекрутируй. Ребята, на все вопросы, на которые вы хотите получить ответ, есть один единственный ответ. Просто нужно рекрутировать. И делать это не хаотично от случая к случаю, а постоянно. Я подошла к Наде Санниковой, говорю, Надя, как ты растешь? Как? Вот как ты делаешь? Она посмотрела на меня, такая говорит, вот сколько у тебя сегодня регистраций? Я говорю, сегодня? А мы как раз только вчера приехали, вот мы чемоданы бросили. Какие регистрации у меня? Я такая, я же в дороге вообще. Она говорит, сколько регистраций? Сегодня нисколько она, а у меня уже две. Это было примерно 2 часа дня. Она, кстати, приехала буквально за 10 минут до вашего смеши приезда, буквально зашла. То, что ее здесь не было несколько дней, а вот она зашла с чемоданами, и потом вот вы приехали. Вот, и, ребят, и она постоянно на телефоне, она постоянно проводит собседные созвоны. Постоянно. Вот вам результат за год, бриллиантный директор. Вот вам ответ, как расти, что делать. У меня, например, уже созрел конкретный план действий. Я понимаю, что, что я буду делать в первую очередь, это я никогда никого не буду нянчить. Никогда. Я понимаю, что нужно искать лидеров, их очень много. Вы готовы к этому? Да. Кто со мной? Кто готов искать лидеров? Только... Скромно. Ну, да. Я их буду искать, и я их найду обязательно, потому что, ну, все здесь, кто растет, они все их находят просто за счет того, что большой поток людей, и все. Маш, твоя мысль. Мысля. Ну, что, начало этого семинара, да, которого мы так ждали. Не, мысль, что тебя зацепило прямо? Меня зацепило именно, что там были показаны разные истории. Кто-то из них очень быстро вырос, да, например, как Джамиля Горбатка. Кто-то из них, например, пара Пенкиных, они довольно-таки что-то там в течение двух-трех лет они стояли на одном месте. Потом буквально вот они в январе ломанулись, ну, в плане того, что они, можно сказать, так же, как я, стояли довольно-таки долго на одном месте. Ну, остановка, да? Да. Ну, конечно, не может не вдохновлять Виктор Кукушев, мне кажется, это всегда и везде. Также Аню Васильеву буквально недавно на Моле скидывала Мальцева собеседование. Сейчас она проводила, это молодой директор Санникова и Надежды. Поэтому вот, как бы, тоже интересно было на неё посмотреть вживую. Ну вот. Всё, сейчас пойдём дальше. А мысль-то какая ведь самая главная? Как и всегда, секретных ингредиентов нет. Всё правильно, секретов никаких нет. Нужно делать, делать, делать и ещё раз делать. И тогда результат будет просто как априори. Не получается, значит, вы не то делаете, значит, вы ничего не делаете. Вам необходимо ставиться акцент не на результате, а на действиях. И все лидеры, которые были, они рассказали свои истории успеха, рассказали свои мечты. Так, что я вас снимаю, сам говорю. Да, говори, говори, я просто подключаю, у меня тут новички. Хорошо. Представляете, сейчас вот читаю сообщение, девочка, которую я прям перед отъездом в этот день зарегистрировала. Она мне сейчас пишет, я уже зарегистрировала новичка в свою команду. И ещё одного к ней. Вообще супер. Светочка задорожная, будешь смотреть видео тебе привет. Я всё уже на всём сбился, что хотел сказать. Лидеры поделились своими впечатлениями, своими историями успеха, рассказали свои мечты, о чём мечтают. И, друзья, ну это, можно сказать, всё то же самое, о чём говорим мы, о чём говорят другие лидеры. То есть информация, в принципе, вся та же самая. Только услышанное из первых уст, из лидеров, которые стоят на расстоянии вытянутой руки, и прочувствованные всё это, их энергетика, их эмоции, впечатления, да, дают свой результат. Нужно делать. Пахать надо, ребят. И будет вам и лайнер, и будет вам и путешествие, и кайф, и деньги, и все мечты будут осуществлены. И знаете, что самое интересное? Все, кто выступал, с кем мы общались, обычные ребята, мечты у них у всех одинаковые. Все хотят быть счастливее, успешнее, тоже у них мечты, это и дома получше, и машины получше, деток хорошо выучить, такие же, как и у вас у всех. Поэтому ничего сложного, идите и делайте, а мы пойдём учиться. До встречи в следующих видео, пока-пока.